Мы продолжаем начатый вчера разговор о совершенствовании систем здравоохранения. Вот в Соединенных Штатах медицинские услуги уже составляют 18% ВВП. По сравнению с 11% в обрабатывающей промышленности и 6% в строительстве. По мере старения населения Америки доля здравоохранения в экономике будет расти. Триада, смартфон, высокоскоростной широкополосный доступ, искусственный интеллект изменят медицину так, как мы сегодня даже не можем себе представить. Виртуальная империя Китая – это просто продолжение того, что Facebook, Google и Amazon делают на протяжении многих лет. Они не крадут ваши данные. Вы сами предоставляете им свои данные в обмен на услуги, которые делают вашу личную жизнь более удобной, а деловую более продуктивной. Facebook предоставляет коммуникационную и новостную платформу бесплатно. Google предоставляет вам поиск в интернете, электронную почту, браузеры, доступ к миллионам книг, изданных на протяжении веков, библиотеку бесплатных приложений, даже операционную систему для смартфонов. Взамен Google и Facebook получают ваши симпатии и антипатии, ваши поисковые запросы в интернете, ваши покупки в интернете, ваше местоположение и множество других данных. Это огромный бизнес. Доходы Google от рекламы во втором квартале 2019 года превысили 27 миллиардов долларов. Facebook – 17 миллиардов. Американские компании тратят 200 миллиардов долларов в год на рекламу. Но в 2018-м американцы потратили на здравоохранение почти в 20 раз больше – 3 триллиона 650 миллиардов долларов. Это примерно пятая часть всей экономики США. Мы едва ли можем представить, чего можно достичь с помощью большой базы электронных медицинских карт. Подумайте о том, как самые лучшие врачи диагностируют болезни. Они вылечили тысячи пациентов, читают медицинские журналы, следят за небольшими отклонениями от компьютерной томографии пациента, анализа крови или МРТ. Их опыт и острота зрения помогают им определять заболевания, которые менее опытные врачи могут игнорировать. С помощью искусственного интеллекта компьютеры могут сортировать диагностические тесты, истории болезни и генетическую информацию, чтобы сравнивать случаи отдельного пациента с миллиардами других. Так называемый самообучающийся искусственный интеллект означает просто массовый анализ возможных предвестников медицинских проблем методом проб и ошибок. И делается это быстрее, чем мог бы сделать любой врач-человек. Вот что говорит Пол Сканлан, технический директор Huawei Technologies. Мы не хотим делать все сами. Если вы фармацевтическая компания, вам не придется дублировать наши инвестиции в искусственный интеллект. Вы просто арендуете время в облаке, используя наши серверы и получаете доступ к нашим данным. Ключ – это сбор и перенос данных на серверы, где они могут быть преобразованы в пригодную для использования форму. Это наш вклад. Мы не хотим все контролировать. Нам нужны партнеры, которые являются лучшими в своем классе во всех областях. Сочетание машинного обучения и 5G позволит роботам общаться друг с другом и разрабатывать производственные процессы без помощи людей. 5G меняет все. Обычно о 5G говорят с точки зрения скорости загрузки. Но это не самое главное преимущество. Для промышленных процессов, автономных транспортных средств и других приложений задержка, время, необходимое одному устройству для получения и ответа на сигнал от другого устройства, более важна. Что же из этого следует? А следует, по-моему, вот что. Развитие технологий неизбежно приведет нас к максимальному сужению нашего личного пространства. По-английски это называется privacy. Наши персональные данные окажутся в распоряжении компаний типа Huawei. А те, в свою очередь, неизбежно поделятся ими с государством. И для того, чтобы избежать ситуации, описанной в великом романе Оруэлла, человечество обязано сделать государства дружественными по отношению к своим гражданам. Каждый из нас должен быть уверен в том, что правительство не использует информацию о нас, нам же во вред. И эта задача потруднее, чем создание искусственного интеллекта. Если это вообще возможно. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе. Продолжение следует...